Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях недели текущей. Стоит отметить, что впереди у нас много важных инфоповодов. Я очень надеюсь, что они смогут раскачать финансовые рынки. У нас заседание Европейского Центрального Банка, это ставки, пресс-конференция. Кстати, заседание будет вторым для Кристин Лагард. Я очень надеюсь, что она все-таки в процессе выполнения своих функций станет союзником тех трейдеров, которые делают акцент на снижение евро. Поскольку ранее она разделяла позицию Драги, а позиция Драги всегда была совместима только с одним вектором ЕЦБ. Это мягкая экономическая политика, вот поэтому я и жду, друзья, что Кристин Лагард как минимум будет действовать в том же ключе. А в идеале бы, наверное, проявить еще более проактивную позицию. Например, дополнительно снизив процентные ставки, либо анонсировав потенциальное расширение программы количественного смягчения. Ну, о ЕЦБ мы будем говорить всю неделю, друзья. Я очень рассчитываю на то, что европейская валюта после теста поддержки 1.11 сможет все-таки добраться до уровня 1.10 и оказаться ниже. Также мы следим за рынком труда Австралии, потому что австралиец завис на уровне 0.69 и опять же нужен новый триггер, и рынок труда с этой задачей точно справится. За Банком Канады в среду канадский регулятор проведет собственное заседание, также будут пересматривать процентную ставку. Но ее, скорее всего, не изменят. Нам важно понять, что с политикой в целом может произойти в перспективе текущего года. Об этом также, друзья, ближе к делу мы, безусловно, поговорим. Параллельно следим за долларом, который остается на коне против японской иены, фактически уровней 8-месячного максимума. Но об этом также сейчас поговорим. Давайте начнем с нефтянки, которая котируется по Brent на уровне 65-64. Мы ориентировались на то, что котировки окажутся выше планки 65, ну практически 100%. Мы в этом не сомневались, друзья, и в принципе тот фон, который сложился, он только лишь к этому и располагал. Тем из вас, кто все-таки подумывает, как торговать нефтью дальше, я, друзья, опять же призываю сейчас еще раз обратить внимание на тот фон, который значим для котировок всех сырьевых инструментов. В данном случае мы говорим про нефтянку. Это очевидный факт улучшения рыночных настроений. Следствием этого выступила первая фаза торгового соглашения между США и Китаем. И несмотря на то, что Вашингтон предупредил Китай, что тарифы будут снижены, но только после президентских выборов, особо на настроение китайской делегации это не повлияло. Китай, в принципе, не отказался от своих слов увеличить закупки промышленных товаров, сельхозтоваров. И важнее всего, наверное, раз мы говорим про нефть, углеводородов. Напомню, что по договоренностям в текущем году и в следующем Китай увеличит закупки нефти на 57 миллиардов долларов. Это существенно выше того показателя, который мы наблюдали в 2017 году. Да и в целом, хоть какой-то прорыв в отношениях США и Китая, это также то, что является бальзамом, наверное, для перспектив мирового экономического восстановления и последующего спроса на углеводороды. Прогнозы ОПЕК по росту спроса на нефтьянку, об этом мы также говорили. Данные по запасам нефти – это то, что на стороне покупателей я очень рассчитываю на то, что в эту среду, точнее из-за того, что сегодня в США праздничный день, день рождения Мартина Лютера Кинга, соответственно, публикация релизов некоторых будет смещена на ровно сутки вперед. Но все равно на этой неделе будет доклад от администрации аналитической информации. Скорее всего, статистика будет также со знаком минус, и мы попробуем использовать ее для того, чтобы по бренду забраться еще выше. Доллар-иенна, как я уже отметил, 110.18 – это текущие котировки. Пара держится выше 110. Мы рассчитывали на то, что тест сопротивления будет успешным, это сопротивление превратится в поддержку, пока сценарий отрабатывается. Доллару помогла статистика, вспоминаем данные по инфляции, по ровничным продажам. В частности, это является неплохой базой по старту Нового года, для того, чтобы темпы экономического восстановления все-таки были пересмотрены в лучшую сторону. И за хорошей статистикой, разумеется, подтянутся доходности американских облигаций, и снизится вероятность того, что Федрезерв при текущих макроэкономических вводных согласится, например, на дополнительное стимулирование монетарной политики. Пока что в режиме ожидания на халде стоит решительность по снижению ключевой процентной ставки. Это также позитивный фактор, друзья, для доллара. И мы используем это для того, чтобы по доллару-иене оказаться еще выше. В плане геополитических рисков, как я уже сказал, но пока что хорошо. Нам не нужно обращать внимание на какие-то дополнительные вводные в виде событий на Ближнем Востоке и конфликты торгового между США и Китаем. И по этой причине нет причин уходить сейчас снова в йену, франко и то же самое золото. Немного расчаровали данные по промышленному производству, мичиганскому индексу, но поскольку на большинство участников рынка эта статистика особо не повлияла, я думаю, что нет смысла, наверное, и нам ее обсуждать. Евро против доллара. Европейская вальта снижается. 1,1094. Повторюсь, друзья, что на евро давит, безусловно, статистика. Мы помним эти удручающие показатели по промышленному производству Германии, по промышленному производству еврозоны. Мы помним прогнозы Бундесбанка, которые... Я, в принципе, проецирую состояние Германии на состояние всей еврозоны. Я уверен, что раз мы говорим о локомотиве промышленном, это правильная позиция. И если у нас есть какие-то отчеты по Германии, но нет по еврозоне, мы можем просто как бы спроецировать на весь валютный блок немецкую статистику. С ней все очень плохо, друзья. Повторюсь, что Вайдман, который является главой Бундесбанка, явно отметил, что Германия находится в предрецессионном состоянии. И если ситуация будет развиваться в том же ключе, что и раньше, то есть будет зафиксированный дальше промышленный спад, то тогда это очень сильно ударит, еще больнее скажется, на промышленном секторе, на занятости, друзья, и впоследствии, возможно, и на потребительской активности. То есть Кристин Лагард, которую возглавляет Европейский центральный банк, она видит, безусловно, все, что сейчас происходит, и, я надеюсь, примет правильное решение, вот сейчас, не откладывая, даст нам понять, что политика будет оставаться, как минимум, настолько мягкой, как сейчас, но в идеале бы последовали бы в будущем, опять же, если бы последовали в будущем, решения по дополнительному стимулированию. Это все равно открывает только одну дорогу для евро, дальнейшее снижение. Заседание ЕЦБ в четверг, друзья, мы ближе к делу еще, конечно же, поговорим. По фунту против доллара также отрабатывается сценарий, мой это распродаж, я жду отметку 1.28, оттуда уже, скорее всего, буду покупать до уровня 1.28. Мы, скорее всего, доберемся. В конце этого месяца состоит заседание Банка Англии, на котором британский регулятор снизит процентную ставку. Я в этом практически не сомневаюсь, потому что все эти отчеты, которые мы разбирали ранее, явно указали на то, что снижать ставку необходимо. Кстати, на этой неделе у нас будут данные по рынку труда. Если они также разочаруют, то, наверное, вероятность снижения процентной ставки будет стремиться уже процентом к 90. Ну, это фактически равняется и 100%. Доллар канадец 1.3063. Мы находимся в короткой позиции, друзья, с уровнем 1.3050. Повторюсь, в среду заседание канадского регулятора. Ставку менять не будут, и канадец должен, конечно же, использовать это во благо для себя, чтобы укрепить свои позиции. И сейчас у нас, опять же, поддержка для канадца связана еще с восстановлением цен на нефть. Поэтому жду пару ниже уровня 1.30. Австралии с против доллара 0.6885. Цели прежние, друзья, это 0.67. Ближайшая цель и цель максимум 0.65. В четверг рынок труда ожидается, что уровень безработицы вырастет с 5.2 до 5.3%. Это еще один сигнал в пользу смягчения монетарной политики. Добавим к этому еще последствия пожаров. И, разумеется, на этом фоне австралийцы вряд ли будут окрепчать. И по доллару-франку мы также говорили, друзья, из-за того, что США, в прямом смысле, наехали на Банк Швейцарии, обвинили их в манипулировании валютным курсом. Наверное, швейцарский банк притормозит далее с валютными интервенциями. Это скажется на росте франка и потенциальном снижении пары доллар-франк уровню 0.95. Повторюсь, что не просто так. Пара находится под серьезным прессом. Сейчас небольшая коррекция, и дальше пойдем еще ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...